Четвёртый микрорайон носит название «Дружный». Его жители не раз подтверждали, что только совместными усилиями можно добиться результатов. Территория микрорайона граничит с центром города до улицы Халтурина, включая Казачий рынок, и заканчивается улица Некрасова. В микрорайоне проживают около 11,5 тысяч человек и делится он на шесть кварталов. На отчётной конференции ТОС Ольга Турская доложила о проделанной работе и планах на следующий год. В 2020 году в работе нашего совета будут следующие императивы. Занять, вовлечь, помочь, объяснить, обезопасить, увлечь и мотивировать. Следует отметить, что очень технично выстроена вертикаль взаимодействия в нашей работе. От краевой администрации, краевой ассоциации ТОС при серьёзной поддержке главы муниципального образования Лобинский район, главы Лобинского городского поселения Курганова Александра Николаевича, которые в ежедневном режиме держат руку на пульсе. От них мы получаем не только вектор развития, но и конкретные рекомендации в работе в решении проблемных вопросов. В своём отчёте Ольга Турская отметила работу квартальных и председателей домовых комитетов. Эти люди решают на местах ряд важных вопросов. В микрорайоне выстроена эффективная цепочка оповещения. Благодаря современным технологиям сейчас в нашем микрорайоне выстроена очень эффективная цепочка оповещения жителей в системе WhatsApp. Созданы группы и рассылается самая разнообразная информация. От штормовых предупреждений до приглашений на мероприятия, которые проводятся в микрорайоне и в городе. Микрорайон уже несколько лет имеет свой собственный сайт, где можно ознакомиться с лентой новостей и узнать о режиме работы членов Совета ТОС. Также мы недавно зарегистрировались в Инстаграм, чтобы делиться своими новостями. В четвёртом микрорайоне ведётся работа с молодёжью, ветеранами и пожилыми людьми. Занимаются профилактикой правонарушений. Регулярно проводятся сходы граждан. Планированные с начала года мероприятия председатели квартальных комитетов и члены Совета ТОС выполнили. Было много и внеплановых мероприятий. Таким образом, наша общественная деятельность в этом году была насыщенной. Каждый квартал микрорайона имеет свои как географические, так и социальные особенности. Поэтому у каждого квартального свои проблемы. Те вопросы, которые поднимаются на сходах граждан, в основном решаются, но некоторые идут с большим скрипом. Количество обращений граждан по разным вопросам перевалило за 65. Только к председателю Совета микрорайона обратились 38 человек. И это такие вопросы, которые требуют его личного участия. В целом в микрорайоне было организовано и проведено 24 схода граждан. Проведено более 17 собраний с жителями многоквартирных домов и 4 собрания жителей улиц. Микрорайон живет своими традициями. Одна из любимых – новогоднее оформление домовладений и установка новогодней ели. На дворовой площадке по улице Некрасова, 23, в канун новогодних праздников будет установлена новогодняя елка, которую обычно украшают дети и жители многоквартирных домов. Всех желающих призываем принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление домовладения, который проводится администрацией в период с 17 по 29 декабря. И во флешмобе «Подари праздник соседу». Для этого нужно зажить гирлянды в окнах своих домов и квартиры в вечернее время суток. Александр Курганов проинформировал присутствующих о благоустройстве города, ремонте дорог и участии в программах господдержки. Мы подготовили проектно-сметную документацию и отвезли уже здесь проект капитального ремонта дороги. Улицы Карла Маркса и улицы Первомайской. Это улицы Декабристов и улицы Мира, Первой школы. Вы прекрасно знаете, этот напряженный перекресток, особенно утром с пешеходным трафиком детей в школу, родителей, автотранспорта. Не забыл на наболевшую проблему о тротуаре по улице Первомайской, когда дети идут в школу. Документы все готовы, в этой заявке мы его тоже отвезли. Тротуар от самой первой школы и до улицы Победа. Я надеюсь, все-таки выделим, приоритеты мы будем расставлять. Этот тротуар мы сделаем. Я знаю, что это наболевший вопрос. Также отвезли полностью улицу Мира в ремонт с тротуарами совсем, от улицы Халтурина и до Кубанина Эрга. Еще один вопрос, который требует пристального внимания властей – ремонт Вольнинского моста. Администрация уже подготовила необходимые документы для участия в программе. Силами администрации мы подготовили сметную документацию. Попытались, спасибо теперь уже бывшему главе района Игорю Олеговичу Чигаеву, активно довели и до губернатора, и до Минтранса, и до ЗСК, края эту позицию, что нам этот мост необходимо отремонтировать. Вы прекрасно знаете, он очень важен. Поэтому надеемся, что все-таки мы войдем в программу. В рамках подготовки к 75-летию со дня Великой Победы Совет ТОС 4-го микрорайона реализует социальную программу «Батальоны Добра». Силами добровольческих отрядов средней школы номер 4 окружена заботой и вниманием улица Шервашидзе, которая носит имя командира партизанского отряда. У детей очень много планов в отношении этой улицы, а также есть планы в отношении рощи нашей, которая находится сразу за клубом «300-й квартал». То есть дети уже работают, уже помогают во всем. Ну и вы видели, наверное, в презентации такие моменты, как они окружают заботой и вниманием тружеников тыла, постоянно посещают их вместе с классными руководителями, приходят туда на беседы и так далее. Это очень интересная работа. Максим Артеменко отметил, что Ольга Турская затронула все направления работы и проблемы, которые предстоит решать всем вместе. Очень много вопросов, которые требуют решения. И требуется финансирование не только краевого, но и федерального бюджета. Нам придется входить в многие федеральные программы. Что хотелось бы сказать про работу Совета микрорайона. Ольгу Алексеевну знаю давно, она яркий человек, с активной твердой жизненной позицией. Вот полгода она возглавляет Совет микрорайонов, работа поставлена четко, поэтому работу считаю удовлетворительной. Юлия Сухомлинова, Георгий Сопов, телекомпания ЛАБА.